так ребят всем большой привет я рассекаю в новой пижамке вчера я ее одела очень комфортно и классно там прям большие размеры вот если не забуду могу конечно артикул оставить но если забуду вы лучше напишите в коменте а я тогда отвечу вот очень понравилось и штаны и кофточка вот классно просторно берите лучше больше потому что это шелк и если он будет натянут он быстро по швам порвется у меня она прям вообще мега свободно даже в животе и в ногах и здесь все как вы видите тоже все очень мягко классно мы проснулись мы два дня не снимали влоги были на выходных вот отдохнули прям реально ничего так сильно не делали но какие-то мелочи если только по работе я ничего не снимала мы один день смотрели звезды 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 проект нам очень понравилось вот классно дайте вам пижамку еще покажу может быть в полный рост сейчас получится как-то поставить сильно в полный и не засинешь вот так я вам показывала вот эти просторные штанишки вот классная пижамка короче вот что еще у нас в общем и субботу смотрели звезды 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 все посмотрели еще потом нам так повезло мы все посмотрели мы даже не знали и в три часа вышел финал нам очень шоу понравилось если вы не видели посмотрите вот сейчас я игре раскачиваем лежит я говорю давай уже вставать у нас много дел а вчера мы короче готовили салат очень вкусный оливье все то же самое как в оливье только вместо колбасы мы купили постный кусочек свинины карбонат и прям так вкусно вообще очень вкусно получилось я вчера мало съела много не ела но хочу сегодня покушать еще вот и еще мы вчера готовили курица правда у нас чуть-чуть поджарилась ну как бы нормально все вкусно но можно было так не засушивать ее вот и вчера вот мы готовили и мы 17-го когда у папы было день рождения мы же ездили там на кладбище вот помянули папу тортиком а нашу годовщину решили перенести на выходных на выходные и вот вчера мы с игорем поужинали о чем мы смотрели мы смотрели фильм флабер как его зовут флабер я угадала вот старый очень фильм 90-х годов да 2000-х 90-х вот игорь захотел его посмотреть на как интересный можно посмотреть семейный фильм можно даже семьей вот и вот мы вчера поужинали вместе провели вечер вместе вот ничего такого не делали изготовили чуть прибрались и кушали игорь заценил все мои покупки и пижамка ему очень понравился тебе понравилось я чувствую что ты меня все утро обнимал да тебе понравилось она такая гладенькая реально приятно тебе не понравилась пижама вот и халатик тоже очень классный я не уверена что вы будут таскать там сильно сильно часто но вот так для какого такого романтического настроения мне кажется очень такой классненький потому что я как-то все таки придерживаюсь больше консервативной одежды домашней потому что все таки мы живем не одни и туда мужика еще живут я так чтобы там прям сверкать ходить не как-то не очень а он все таки такой более вот более такой нескромный вот он весь кружевной такой классный тоже если вдруг кому интересно там много размерная сетка я даже думаю может это маме покажу она тоже у меня любит такие халатики я почему вообще такая вот не знаю вырежаться люблю мне кажется в нее потому что мне мама всегда прикольно одевается и у нее всякая домашняя одежда и вообще так вот всегда красиво мне кажется это очень очень классно и очень важно даже помню по детству мне мама всегда так красиво выглядела у меня всегда такие классные купальники там макияжики тут мне кажется это вообще очень прикольно когда девушка выглядит классно. Не только там на работе, но и дома. Поэтому, вот, все супер. Все мне подошло. Я так вообще переживаю, когда заказываю одежду на Валбе. Если честно, это не мое. Я вот привыкла ходить на рынок, где я говорю на меня, и мне дают. Вот, и так далее. Короче, вот так пролетели у нас выходные. У нас дали воду наконец-таки. Блин, хоть нормально можно было купаться. А то до этого, короче, я помыла голову опять в тазу. Ну, опять с ковшиками Игорь мне помог. И потом буквально вечер или полдня прошло, и дали воду раньше времени. Я тут так заорал, и Игорь прибежал. Говорит, что я говорю, воду дали. Он говорит, а, я думаю, что ты орешь. Я так обрадовалась, потому что неудобно промывать голову блин, с ковшика. Вот. А сейчас мы вступаем в новую недельку рабочую. У нас много дел уже теперь накопилось. Ну, не то, что накопилось, много кто что поскидывал. Вот. У меня есть там клиенты, которые интересуются, с которыми надо созвониться, у Игоря тоже, как бы Игорь так, даже выходные был в работе. Вот. И так что мы вступаем в рабочую недельку. Плюс я очень хочу в бассейн. Очень надо восстановиться туда. Ну, не то, что восстановиться, просто возобновить наши походы. У нас еще много посещений, но мы даже как-то для себя обусловили, когда закончится, наверное, еще возьмем, несмотря на лето. Потому что все равно, ну да, на речке можно ходить, но ты так не будешь все равно бегать на речке, как можно как бы, можно миксовать и бассейн, и речки. Вот. Хотим возобновиться, короче, в бассейн постабильней. Плюс прогулки тоже надо возобновлять. Я уже выходные делала гимнастику, короче, начала уже и хочу сейчас на неделе только больше делать ее, потому что спина разваливается, это трэш вообще. Так устала я уже иметь вот эту скованность движений, и если куда-то что-то надолго топить или колодца, короче, надо что-то делать со спиной. Ну и вообще прогулки тоже наши возобновить, потому что мы гуляем, но не так стабильно, и хотелось бы все-таки побольше двигаться. Вот. Так что есть какие-то такие планы, так скажем, в плане работы и режима. Вот. А так, в принципе, монтирую для вас влоги, вот сама пересматриваю Пятигорск, какой прикольный город, как нам понравилось в нем, очень клевенький. Вот. Солнечный у нас очень. Становится наконец-таки опять теплей, потому что было прям холодно, и даже в комнатах было холодно. Ну, а так, в принципе, я не знаю, мне кажется, все рассказали, поболтали. Сейчас будем убирать постельку, завтракать, и сегодня садиться сразу в заработку, потому что понедельник, мне уже многие пишут в семи утра, вот, поэтому надо будет сейчас заработку. А так вообще по-хорошему хочется утром тоже прогулки делать, но сегодня мы точно пропустим. Может быть, завтра получится нам более спокойно рабочий день выстроить, потому что сегодня все уже меня дергают. Так что всем хорошего денечка. Мы пошли работать, делать делишки. Вам тоже продуктивная неделя, вот. Постараюсь быстрее монтировать влоги, чтобы как-то сопоставиться с реальным временем, но это не всегда получается, это от многих факторов зависит, поэтому как есть. Игорь постель уже убирает. Ой, у нас еще такой ветерочек сегодня прикольный. Ладно, все, хорошего дня. Какое-то настроение у меня, короче, домашней одежды. Вот, у меня новое платье, я вам уже его, по-моему, показывала домашнее, оно длинненькое, но мне очень нравится, оно свободное, удобное, такое прикольное в цветочек. Так что, вот так вот я что-то наряжаться хочется. Такой вот принт в цветочек, такой цвет прикольный какой-то, синий-зеленый такой, вообще прикольный. Оно очень длинное, но мне комфортно, мне нравится, гляденько. Так что, ладно, заработку. Игорь сделала нам бутеры. Что-то хриплое какая-то. Вот, с портетиком, огурчиком, это очень вкусно. Я уже сижу в работе, списала там свои задачи все, вот, и сижу, жду Игоря, сейчас он купался, вместе покушаем и в бой. Опять, мы поработали, сейчас будем кушать. Я о том, что как много бывает раз, и удачи в работе в том числе. У нас там что-то клиенты, прям все хорошо, у клиента классная динамика, но он там сам, ему некогда заниматься сайтом, просто сливается. Это так плохо, Игорь, так много вредел работы, очень качественные, классные результаты. Блин, бывает же так, а? Некоторые приходят к нам, других клиентов и говорят, нет результата, нет заявок, и хотят их. А у кого-то идут, они и клиенты просто бросают, что очень плохо. Немножко я подрастроена из-за этого момента. Это, опять же, финансы. И, конечно, когда ты делаешь много работы, и потом клиент просто ставится на ползу, это все голо. Ладно, мы, короче, кушаем, смотрим фильм. Флабер, вчера недосмотрели, он 97-го года, кстати. Вот, и у нас на обед то, что мы вчера готовили на наш ужин. Сейчас вам покажу. Так, у нас вчера был вот такой вкуснячий салатик. Мы еще туда бахнули зелень, и это очень вкусно. И огурчики с этого, скажи, как этот магазин называется, чижик очень офигенные там. Ну и ножки, хоть они у нас и подрумянились сильно, можно даже сказать, сгорели, но очень вкусные. Конечно, если бы они так не подрумянились, не были бы такими жесткими, было бы вкуснее. Ну ладно, как-нибудь еще сделаем. Мы вчера завлеклись, и что-то вообще забыли про духовку, и вот так вот не выключили вовремя. Так что мы обедать всем приятно. Игрышка там, я тут. И досматриваем фильмец Флаббер. Прикольный. Вот, включай. Три часа раскатывающие. И еще пионы, смотрите, как расцветили. Красота. У вас спрашивает. Мы немножко поспали. Игрыш валяется, а я тут сижу за компьютером. Параллельно монтирую вложек. У нас такая классная погодка на улице. И не жарко. Мы сегодня с открытым окном целый день. Что-то как-то не пошла у нас вторая рабочая смена. Мы вышли погулять, и я одела платье. Не знаю, у меня настроение наряжаться после этого. Вот, еще и розовую помаду свою нашла. Она прям под платье подходит. Вот, так что... А, еще я иду с новой сумочкой своей. Вот она офигенная. Идем вот. Так что вышли погулять. Хотим в соседний район Спартановский туда съездить, там погулять. Ну, чуть-чуть доехать. А потом погулять там по парку. Вот. Так, ну что, мы доехали. Остановочку. Теперь гуляем по парку. На Спартановке. Нам уже наши места надоели. Мы там все перегуляли уже. Это мы гуляем, а опять купили пионы. Я такая радостная. Мы зашли в подружку. Я ни разу тут особо не лазила. Решили погулять, посмотреть, что-то есть. Поглазеть. У меня сегодня, правда, связано с тренером розовым. Еще и розовое мороженое не жила. Посмотрите, какое красивое мороженое. А мы все гуляем. У нас уже стемело почти. Вот. Стопаем. Решили еще чуть дальше пройтись. Классная погода. Это платье. Такое комфортное из всех моих, которые у меня есть. Мне оно прям так нравится вообще. Игорь. И Игорь. Извинишься, что много фотков. Я прошу его фоткать. Мне просто так нравится образ. И чемпион. Мы пришли на пиццу. Заказали покушать домой. Сидим ждем. С Игорем. У них новинка появилась. Пицца с лососем. Игорь захотел попробовать. Мы уже дома. Мне надо тут немного поработать. Потом запускаю компьютер. Слышали такую песню? Алиса, громче. Любите себя. Настроение? Честь. Продолжение следует.